Для Риты Хачемизовой 25 марта – непростая дата. Для человека, много лет проработавшего в сфере культуры, связавшего с этой профессией всю свою жизнь, День работника культуры – особый праздник. Рита Александровна в сфере культуры человек значимый, немало сделавший для ее развития в ауле Хачемзи. Для коллег она положительный и приятный в общине человек, которому в трудной ситуации всегда идут за советом. Именно такой доброжелательный и с улыбкой на лице встретила нас на своем рабочем месте. Разговор мы начали о том, как все начиналось. Расскажите, что вас вдохновило и заставило выбрать работу в сфере культуры? Так случилось, что переехав с Краснодара в аул на постоянное место жительства, в процессе поиска трудоустройства, на тот момент в аулах вообще не было специалистов, и вакантное место было только в клубе. Мне предложили, и имея опыт в различных кружках участия, вот в школе, например, я даже сразу решилась, пошла на место художественного руководителя, на должность художественного руководителя. И вдохновило и наличие опытного наставника. В этот момент заведующая в ДК была Уришева Асяд Рамазановна. Ну, я сразу тянулась, сразу в работу, быстро. И в коллективе комфортно. Одним словом, мне понравилось в сфере культуры работать. И по сегодняшний день, вот я уже 33 года работаю, и так я культработник. И я ни одной минуты не жалею, что я культработник. Если бы заново предложили выбрать профессию, я бы с удовольствием только эту профессию выбрала бы. Вот за время вашей трудовой деятельности, какие достижения и успешные проекты вы считаете самыми значимыми? Главное достижение на протяжении моей карьеры в сельской местности – это достижение высоких результатов за наш вклад в сфере культуры. Это участие в различных мероприятиях, например, в международных фестивалях, конкурсах. И, например, 2019 год – это для меня и для наших детей – это такой особенный год, потому что наш танцевальный коллектив «Жолобен», который уже руководит Обчезрукова Альбина Муратовна более 13 лет, участвовали на трех международных фестивалях, масштабных тем более. Это город Краснодар, фестиваль «Наизнанку». У нас было три номера, мы заняли три призовых места. Потом в городе Ростове-на-Дону «Звездная фиеста» там лауреатом первой степени стали и сертификат на участие в «Сочинский триумф» в городе Сочи. И там тоже стали лауреатом первой степени. Я думаю, это говорит о том, что профессионализм и опыт, конечно, работы руководителя. Это не так просто с маленького аула поехать и лауреат первой степени завоевать. Это нелегко. Это наша гордость, я думаю, даже гордость республики, района и нашего аула, потому что с республики Адыгеи только мы одни участвовали в этих международных фестивалях. Быть работником сельского учреждения культуры – это не только праздники, песни, танцы и развлекательные шоу. Это и воспитание подрастающего поколения. В своей деятельности Рита делает большой акцент на работу с молодежью, на воспитании любви к традициям и истории своего народа, а также привлечении старшего поколения в проводимых мероприятиях. Роль сельского дома культуры – это место общественной культурной жизни людей на селе. Дом культуры играет важную роль в сохранении традиций и продвижении культурного наследия. Но единственное, тяжело и, как сказать, в сельской местности привлечь посетителей и работать с людьми – это очень сложная задача. Но, тем не менее, мы справляемся. Мы совместно с школой и сельской библиотекой проводим различные мероприятия. Одним словом, дружим все вместе и дружно работаем. Рита Хачемизова старается, чтобы в Доме культуры было уютно и тепло, чтобы людей сюда тянуло. Поэтому здесь работает немало количество кружков на разные интересы. И это при том, что сотрудников всего двое. Результаты творчества – многочисленные грамоты и благодарственные письма. В планах расширить направление работы – это создание клуба по интересам, например, старшего поколения и молодежи. Сейчас работает у нас четыре кружка. Это танцевальный кружок, вокал, драматический кружок и художественное слово. А там 67 детей сейчас у нас. Это новый набор. Я думаю, еще подтянем. И два любительских объединения. Это старшее поколение. Это адыгская кухня Дармен. Это мы везде в районах и в республиканских фестивалях тоже участвуем. В Руфабге, в День Халинжо мы заняли первое место. Это не раз вне два, мы тоже участвовали там. И еще второе любительское объединение – это сохраним традиции своего народа. Это мы проводим здесь, чтобы наше младшее поколение знало, какие обряды, традиции у нас. Мы проводим разные мероприятия, например, как «Хателауч», «Чешдес», «Чапш», «Усахап», как раньше делали. Вот это, чтобы они знали. Мы проводим здесь различные мероприятия. Мы проводим здесь различные мероприятия. Мы проводим здесь различные мероприятия. Какие советы и рекомендации Вы могли дать тем, кто хочет так же связать свою жизнь в работе, в сфере культуры? Желание – это только если человек творческий, если культработник, я думаю, у него желание всегда будет работать. И особенно в сельских местностях, например, вот мы после ремонта, у нас теперь новый клуб. В 23-м году в нацпроекте по программе «Нацпроект культурная среда» у нас сделали капремонт. И долго мы ждали этого момента. У нас тогда вообще ничего не было, даже зала не было, сцены не было. А сейчас, ну, сбылась наша мечта. У нас хоть маленькая сцена, у нас теперь сцена есть, зрительный зал есть, отдельный танцевальный зал есть. Живи и радуйся, только работай. Мы с удовольствием на урах поработаем. В преддверии этого замечательного праздника наша героиня поздравляет всех своих коллег. Дорогие коллеги, я хочу поздравить вас с профессиональным праздником нашим, с Днём Культработника. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, творческих успехов, побольше позитивов, побольше идей, мирное небо над головой и всех благ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!